Всех добрым утром. Доброе утро. Доброе дома. Доброе утро. Антро, доброе всем. Доброе утро, Хримин. Доброе утро, Северо-Уральска. Доброе утро, Санкт-Петербург! Доброе утро, из Рязани! Доброе утро, Сибирь! Доброе утро, Сибирь! Доброе утро, Эстония! Доброе утро, Казангарский край! Всем хорошей недели! Доброе утро, Николаева! Доброе утро, Украина! Добрый день всем из Луганской области! Доброе утро, из Латвии и Варшавы! Доброе утро, Казангарский край! Доброе утро, Сибирь! Доброе утро, из Прибалтики! Доброе утро, Иркутск! Доброе утро, добрый ранок, Украина! Доброе утро, Сибирь! 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 Доброе утро, Сибирь Всем доброе утро, с Северного Кавказа. Доброе утро. Доброе утро из Подмосковья, Руза. Доброе утро. Доброе утро, город Мяс. Кто тебе приветствует вас? Доброе утро, доброе. Приветствую из Архангельска. Спасибо. Доброе утро из Голландии. Ух ты, спасибо. С добрым утром. С добрым утром, ребят. Спасибо за ваше приветствие. С добрым утром всех еще раз. С новым днем, с новой недели. Потому что сегодня у нас понедельник. И мы врываемся в очередную новую, крутейшую неделю. Какой она будет? Вы себе уже придумали? Обязательно возьмите себе за такое правило. Утро понедельника обязательно придумывайте себе, какая будет эта неделя. Что вы будете творить? Что вы будете вытворять такого классного, прикольного? Что у вас будут? Какие события у вас будут происходить? Прям по очереди. Что сегодня, завтра, в среда? И все другие дни, какие события у вас будут, какие встречи? И самое интересное, с кем встречи? Вы же помните это главное правило? Когда ты придумал себе с кем-то встречу, у меня это всегда работает. Я могу подумать о человеке, такая, так, думаю, так, так, надо с этим человеком сейчас где-то пересечься, например. И мы можем совершенно случайно встретиться где угодно уже буквально через пару дней. Или, может быть, даже он мне напишет где-то в социальных сетях, в Инстаграм или еще где-то. Или попадется где-то, или в Телеграм сейчас, кстати, активность тоже очень пишут. Если там не получается личная встреча, к примеру, то встреча онлайн, так уж точно. Поэтому придумывайте себе, с кем вы хотите встретиться. Сразу даю заметку, такую на заметку, чуть-чуть такую наводку. Кого еще в первую очередь себе продумывать навстречу? Продумайте и просмотрите. Помните, мы с вами говорим, что работаем с списком своих друзей, знакомых. Мы постоянно с ним работаем. Так вот, продумывайте тоже, кто у вас из таких мегаактивных людей, кто у вас из людей, которые точно будут понимать, что так, все. Здесь крутейшие возможности, здесь можно получать столько всего. Поэтому они не будут сидеть на месте, а с первого дня будут развиваться сами, все узнавать, все пробовать, все делать, учиться всем новому. И, конечно, будут показывать и обучать этому других людей. Будут сразу же строить себе команду. Так, что у нас здесь? Вы пишите в чате немножко. Да, Ирина, у меня тоже так бывает. Согласна, Роза, абсолютно точно. Это работа. Поэтому придумываем себе свой сценарий на эту неделю. Лилия Бубельная нам пишет. Мое утро этого понедельника началось с замечательного события. Я уволилась с работы и попрощалась с наймом навсегда. Лилия, мы вас поздравляем. Это действительно замечательное событие. Это великолепное событие, которое в вашей жизни, ну и, конечно, в жизни всего нашего сообщества. Теперь я точно знаю, что у вас будет еще больше времени, сил, энергии, внутреннего такого задора на свое личное развитие, приятности для себя, любимой. Вот понимаете? Вот тут уже, конечно, есть как разогнаться и что придумывать для себя. Ну и, конечно, для развития нашего сообщества. Да? Лилия, вы лидер? Уже можете включить микрофон на пару секунд, если можете поговорить. Добрый день всем. Добрый. Да, благодарю, Ирина, вас за поздравления. Благодарю всех, кто вчера меня поздравлял уже с моим последним крайним днем работы. Да, я лидер. 20 октября будет ровно год, как я нахожусь в нашем замечательном Меркурии. Я несказанно счастлива этому событию. И реально вот сейчас даже не могу сдержать слез с радостью. Это хорошо. Это просто круто. Да. Благодарю Меркурии за все. Лилия, поздравляю вас еще раз и желаю вам успехов. И пусть сейчас все летит. И будьте целеустремлены. Знаете, вот как понять, что есть еще что-то впереди? Просто нужно продолжать двигаться. Вот у вас уже есть лидерский статус. Дальше ваша команда, чтобы росла, расширялась, чтобы у вас были уже лидеры в вашей команде. Международная команда, чтобы была по всему миру. Потому что это настолько интересно. Это настолько, знаете, когда-то мне попалось... Ну вот, об интересах это другое. Ну вот сегодня утром я опубликовала на своем телеграм-канале видео. Еще у меня есть видео в Инстаграм, которое мы постили буквально еще годик тому. Кусочек моей жизни. Маленький-маленький кусочек. Но это и есть счастье. Кто посмотрел этот ролик, уже увидели. И вот он мне вчера случайно опять-таки как... Ну случайностей не бывает, но вчера мне Инстаграм сам его показал. Говорит, а вот посмотрите-ка свой ролик снова. Думаю, ух ты, какой умничка, какой ты вообще красавчик Инстаграм. Я посмотрела, и я поняла, что да, вот именно в таком состоянии счастья проходит у нас каждый день. Потому что мы просыпаемся вместе, мы что-то там вместе такие там затусили, что там такое вместе сделали. А потом у нас целый день может проходить вот так же тоже вместе интересно. Вечер, конечно. События, которые у нас проходят, вот так. И я понимаю, боже мой, насколько же интересно просто жить. И сразу вспоминаю истории многих людей и очень много контента сейчас в сети об этом. Как раз об интересе к жизни. И если у тебя нет интереса к чему-то, если у тебя нет общего интереса с людьми, вообще, в принципе, как получается дружба? Дружба получается, когда есть общий интерес. То есть просто так никто не дружит. Согласны с этим? Ну вот не бывает, в принципе, дружба, ну вот как бы просто так. Ну вот типа дружим, да и дружим. А вокруг чего? А с каким интересом? А какой общий интерес? Не бывает. Всегда, когда есть дружба, это есть общий интерес. И я так стала чуть-чуть перечислять, в голове у себя прокручивать, сколько же у нас общих интересов. Потому что бывает же там дружба, там, ну, не знаю, там, какой-то там любителей, ну, давайте, там, любое, там, не знаю, там, какая-то, как что-то там из сферы, там, не знаю, там, делать какие-то из цветов классные, там, букеты, к примеру, да? Ну, то есть дружба обычно вот что-то вот, ну, вот вокруг чего-то, да? Там есть там кружок каких-то, ну, не знаю, там, давайте, вышивальщицы крестиком даже, там, кружок как-то любителей, там, БМВ, например, там, кружок, там, ну, или, там, клуб, да, там, как-то объединяются люди по своим интересам. И это все как-то такой какой-то общий интерес, вот, ну, и там вот дружба. А я потом чуть-чуть так поразмыслила. Ведь у нас столько разносторонних личностей, просто все разные, все особенные, все уникальные. И у нас дружба получается не вокруг какого-то увлечения. Кто-то может любить, там, серфинг, серфить по волнам, знаете, тут волна, ветер в лицо, волосы развиваются, это соль в волосах, которую потом целый месяц вымываешь, а кто-то не любит, например. Но, тем не менее, мы дружим. И не вокруг там такого интереса, потому что в этом, опять-таки, кружок серферов. Вот и все, вот они серферы, вот они дружат с серферами. Недавно я проходила, ну, как мы гуляем же обычно постоянно по городу, и тут у нас открылся недавно, там было помещение пустое, потом смотрю, там что-то открылось. Такие смотрим, ага, что там, что там появилось. А, тату-салон открылся. Соответственно, ухода стоят ребята вот такие все в татуировках, знаете, вот прям с ног головы, у них там тирсинги. Вот их там стояло четверо, и все они были вот именно такие. То есть, к примеру, я к ним вообще никак не вписываюсь. И думаю, интересно ли было бы нам так дружить? Ну, если с точки зрения там тату или что-то, ну, нет, это интересно, нас не объединил бы. Но если бы нас объединил Меркурий и кэшфлоу, конечно, мы бы дружили бы, конечно, мы бы нашли бы кучу интересов, потому что какой самый главный и такой вкусный интерес? Это интерес к жизни, к красивой, вкусной жизни, к той жизни, которую ты просто проживаешь с удовольствием. Так, чтобы ты просыпался с каждым утром с удовольствием. Я так и думаю, да, вот это как раз все то, что нас объединяет. Вот я уверена, что вы также просыпаетесь с удовольствием каждое утро. Да? Скажите, кто так? Можете сейчас написать много плюсиков, много восклицательных знаков сейчас. Ну, здесь в ленте у нас на зарядке в чате. Кто просыпается с удовольствием? Вы знаете, я просыпаюсь с удовольствием. Каждое утро. И я жду этого нового дня. Вот всегда жду с нетерпением. Вот у меня вечер, когда приходит, так, ага, все, там укладываемся спать. Я такая думаю, да, классно там все. Какой сегодня был день? О чем сегодня было там? Что вообще там чуть классного подумать? Во-первых, это очень хорошая практика. На ночь думать о хорошем. Просто всегда, потому что потом наше подсознательное, оно все продолжает. Поэтому никогда в жизни, даже если там какая-то фигня в жизни случилась, никогда не думайте об этом на ночь. Потому что ночью потом наше подсознание все раскрутит, вкрутит и подумает, что все, вот так и надо. Поэтому только хорошая на ночь. Утром тоже. Я вот жду всегда с нетерпением этот день, потому что новый день принесет много радости, вдохновения. Какие-то крутые события точно будут случаться. Люди. С вами жду общения. К примеру, особенно жду понедельника, потому что это общение с вами всегда. И у меня всегда тоже на понедельник это такой самый активный день. Например, если взять вот по какому-то плану и по какому-то графику жизни, то я ничего, кроме нас, на понедельник не планирую. Там все различные какие-то там процедуры, там даже стоматологи и все там остальное такое. На понедельник вот никогда это не планирую, потому что понедельник я хочу начать с самых приятных моментов, с самых приятных событий, с самой приятной обстановки. И, конечно, чтобы это было очень продуктивно, потому что как ты себя настроил, как ты себя зарядил с понедельника, так у тебя все и пошло. Если ты утро понедельника начал там с походов по стоматологам, по каким-то клиникам, по каким-то магазинам вдруг еще, не дай бог, или еще что-то. Блин, ну все, ты уже весь заряд слил тут же в первые минуты, вот весь заряд этой недели. А понедельник я делаю таким самым-самым вкусным для себя. Никакие гости там, к примеру, да, ну там что-то там не по теме, к примеру. Если по теме кэшфлоу Меркурия, да, пожалуйста, конечно. А все остальное нет. Вот поэтому я себе давно уже взяла за такое правило, на понедельник ничего другого, там не даже поход к маникюру. Вообще, то есть если они мне там предлагают какую-то дату, к примеру, говорят, вот там свободно, вот только это единственная дата. Я говорю, так какой день, а не понедельник. Говорю, нет, 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 понедельник точно нет, ищем другую дату. А не другой даты нет. Говорю, найдется. Хорошо, завтра найдете другую дату для меня. Вот так. Я смотрю, что очень многие из вас просыпаются тоже с удовольствием, ждут нового дня. Все-все-все тут в чате дописали уже. Кто еще вдруг не написал, дописывайте. Да, и у нас есть наш объединяющий интерес, который подходит всем нам. Это жить. Вот как раз интересно, чтобы жизнь была интересной, вкусной и красивой. Вот я как раз-таки за это. Ребят, да? Сейчас почитаю сейчас немножко чат. А Лариса пишет, и быстрее кнопочки еще нажать. Конечно! Ну да. Начислить премии себе. Скажите, как приятно, особенно в понедельник, начислять себе премию? Ты можешь начать делать это, когда хочешь. Можешь утром. Можешь в обед, когда хочешь, в принципе. И как приятно нажать себе кнопку начисления премии, посмотреть, что тебе начислилось. Конечно же, запустить новый поток. Это тоже есть такая очень интересная практика, что именно в понедельник классно себе порадовать новыми приятностями для себя. В том числе, это и новый поток. Поэтому сегодня, прямо во время зарядки, вы можете делать себе новый поток. Кстати, по поводу энергии на зарядке, это... Ну, в пятницу мы проводили лидерский слёт. Кто был в пятницу? Помахайте ручкой. Я вас помню, я вас знаю, я вас вижу. Молодцы все. Мы в пятницу очень круто поработали. Просто это было мега... Хочу ещё рассказать всем лидерам, какие вы крутые. И всем нашим участникам, ребят, поскорее становитесь лидерами и вливайтесь в этот лидерский лидер. То есть в пятницу мы столько разобрали важных моментов для развития, для роста. Ну и продолжим на этой неделе. Может быть, мы опять-таки сделаем именно в пятницу новый лидерский слёт. Посмотрим, в общем, по дате, посмотрим по времени. В пятницу, в принципе, было неплохо. И может быть, мы в эту пятницу повторим. И вот опять-таки прямо во время нашего общения срывается джекпот. Ну, и как сказать, что это, ну вот, прям так, что это так случайность, как будто. Нет, вот прямо во время общения снова джекпот. И кто сорвал? Я уже начинаю прям, знаете, что думать? Может быть, там они как-то особо как-то имеют свой план под джекпотом. Опять джекпот в команде Натальи Захаровой, в команде топ-лидера Натальи Захаровой. И пишет нам лидер, что я так утречком себе заполнила и забыла, а потом уже там, потом уже смотрюсь такая, джекпот, а джекпот у меня оказывается. Да? Вот. То есть, Наталья, может быть, у вас там есть какой-то супер-секрет, который вы нам точно не рассказали еще, хотя вы нам уже рассказывали, что надо просто покупать лотерейные билеты. И я знаю, что вот как раз Наталья покупает лотерейные билеты и все в ее команде, и это прям, знаете, на потоке. Поэтому, ребят, еще раз, когда ты что-то делаешь, ты вот именно и получаешь результаты. Просто сидеть, мечтать, помним, самое главное правило о визуализации, материализации и всему остальному. Если просто сидеть, думать, мечтать, визуализировать, но ничего к тебе не прилетит. Нужно встать и делать и фигачить в этом направлении и все тогда у тебя будет получаться. Вот так же и с лотерей. Если сидеть и мечтать, что ну когда же выиграет джекпот, тогда, когда ты купишь лотерейные билеты себе, купи лоты. Вот Наталья пишет, мы покупаем и дарим еще всем партнерам. Да, именно так. Поэтому вот и в понедельник прямо сейчас во время зарядки вы можете открывать себе новый поток. И поверьте, этот поток он будет ну каким-то ну самым великолепным. Да, вот все очень классные потоки. Это будет еще лучше. Следующий понедельник будет еще лучше. Завтра будет еще лучше. Ну и так и должно быть. Так, Лилия Юренко пишет нам, что у меня появился первый партнер. Ура! Это здорово. Лилия, мы вас тоже с этим поздравляем. Вот пусть теперь каждый день будет по-новичку. Тут просто каждый завтра, послезавтра и пусть у вас каждый день будет таким, что у меня сегодня новый участник в команде. Как это здорово. Вот именно так. И потом это будет тоже на потоке. Как делать так, чтобы у тебя постоянно люди были? Как делать, чтобы у тебя регистрации были, участники, росло количество участников, лидеры появлялись? Работать в этом направлении. Да? Просто рассказывать, как люди могут узнать, как люди могут присоединиться к вам в команду. Только тогда, когда вы им рассказали, что есть кэшфлоу. И все. В среду, кстати, у нас, как обычно, среда – это мозговой штурм, и в среду я предлагаю с вами тему как раз о рассказах. Вот как рассказывать о кэшфлоу. Вы подготовите свои лайфхаки, можете даже некоторые скинуть заранее себе лайфхак, и обговорим ситуации, даже конкретные ситуации, как еще, где, кому, каким образом можно рассказать о кэшфлоу. Так, чтобы о вас узнали, так, чтобы вас услышали, так, чтобы обратили внимание, и чтобы у вас был рост команды. Хотите? Вот так уже заранее, видите, анонсировали тему нашей среды. Так, Виктор нам пишет, а я вчера вывел 180 тысяч и купил e-currency. Хорошее приобретение. Знаете, то есть это инвестиция в дело. Смотрите, мы получаем, когда из потока, и очень важно потом эти деньги тоже правильно применить. Значит, конечно же, нужно их снова в поток. И вот, например, приобретение e-currency, которые вы потом используете тоже у себя в потоке, очень неплохое дело. И, конечно, когда ты открываешь крупный поток, на крупную сумму, то ты можешь подтянуть и большое количество e-currency. И, конечно, это сразу и есть то вознаграждение, та прибыль, которую ты получаешь. Хочу тоже всем напомнить, что чем больше e-currency ты подтягиваешь к каждому потоку, то в этом и заключается твоя выгода. И больше выгоды ты тоже приобретаешь. Поэтому крупнее поток, больше подтяжка e-currency. больше ты получаешь выгоды. Также у нас, например, со стартовыми я сейчас перешла исключительно на премиум стартовые потоки. Ну вот, ну вот так. То есть каждый стартовый теперь, это у меня, конечно, обязательно премиум, потому что там есть возможность больше потянуть e-currency и больше получаешь выгоды. Вот так. Поэтому всем рассказываю, что делаю я самолично. Ну и вы тоже. Спасибо за ваши искренние, за ваши честные секреты, что вы делаете, чтобы получать результаты. Кстати, по поводу купил e-currency, тоже спасибо, что напомнили. Это нужно делать тоже регулярно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, что-то в поток обязательно. То есть нужно регулировать здесь. Знаете, не так, что там я вот только покупаю e-currency. Тебя должно быть и в потоке, потому что из потока ты получаешь регулярно и, соответственно, ты потом можешь распоряжаться этими средствами. На что хочешь. Потом уже круг деятельности, он просто уже неограниченный. Поэтому в потоке должно быть обязательно хорошая сумма и гарантии по чуть-чуть покупать себе. И там, и там, и там все идет. Так, Елена пишет, я тоже на премиум захожу, стартовые. Ну, конечно, они же классные. Так, кто тут пишет, Наталья? Ой, Татьяна спрашивает, Ирина, расскажите про голдены, стоящие ли они в приобретение. Вы имеете в виду голден лотерейные билеты у нас? Ну, конечно, там самый крутой джекпот. Ну, есть разница, или там 3 тысячи или 10 тысяч евро, конечно. Да? Поэтому берите такие лоты обязательно. Да. Так, Рушаня пишет, я уже с утра открыла новый поток. Вот умничка, просто. Вот это крутейшее начало недели. так, ну что, Лиля пишет, а я сегодня при увольнении, пока расписывалась за приказ о получении свободы, заинтриговала начальника отдела кадров, сказав всего лишь одну фразу. Она ждет от меня дальнейшую информацию. Ух ты, Лиля, вот это класс. Кстати, все, увольняюсь, и давай теперь, ребята, ну что, все же у вас там были классные сотрудники, вы же можете теперь всех так осчастливить. Ну, все, сказала одну фразу начальнику отдела кадров, и, кстати, это тоже очень интересный момент, что когда вы, так, ну блин уже, мы в среду будем все очень разбирать плотно, ну вот пока мы об этом заговорили, расскажите так, как раз именно начальнику, и он будет подключать своих подчиненных, потому что когда наоборот, если там кто-то из там сотрудников там низкого звена будет пытаться рассказывать начальнику, начальник такой, конечно, сейчас буду слушать тебя, а когда наоборот начальник рассказывает всем своим подчиненным, всему кругу, то они такие, ух ты, да, весь начальник сказал, значит, это толковое дело, я это очень прекрасно помню, за время работы в университете я очень понаблюдала и усвоила вот эту всю схему руководителей отделов, особенно ты, что руководитель отдела кадров, это просто это крутейший человек, это самый один из важных людей просто на любом предприятии получается, поэтому, Лилия, вы красотка, молодец, и желаю вам, чтобы вы этого начальника тут же уже подключили кэшфлоу, вот берите его, знаете, все, вам уже теперь вот берите так такой дерзостью, такой вот смелостью, как это так, она ушла, да, а что такое, а вы такие, а вот так, а вот так, и вот то, и вот все, и просто берите его прямо уже в оборот, и он будет делать так, как вы скажете, вот вам побольше сейчас решительности, вот особенно в этом вопросе, ну и во всех остальных, да, и он потом вам заведет все предприятие, да, вот Лиля очень, да, пишет, что да, да, я как раз дала момент, когда смогу быть не в подчинении, а с высоты свободного человека дать информацию, и очень круто вы сработали в этом моменте, умничка, вот, о, Лена пишет, Лиля, поделитесь этой фразой, если не секрет, но давайте в среду, Лиля, вот вы подготовьте, пожалуйста, в среду свой чуть-чуть, свои лайфхаки, какие вы даете фразы, в каких моментах, как вы заинтриговываете человека, чтобы он потом ждал от вас информацию, поэтому в среду ждем от вас, окей, ну и от всех остальных тоже, все, да, поэтому в среду, ребят, я вижу, что у нас будет еще очень жаркая зарядка, ну, как обычно, в принципе, ну, и сегодня у нас тема тоже не менее жаркая, готовы? Что хочу вам сегодня рассказать, как раз Лиля говорила, что у нее год в нашем сообществе, ух ты, Елена пишет, что сегодня у нее пять лет, ну, и как раз вот просто история Лилии сегодня, она очень такая, тоже знаковая, что год в нашем сообществе, уволилась с работы, и очередное подтверждение тому, о чем мы с вами говорим постоянно, что всего один год твоей жизни может полностью изменить всю твою жизнь, к этому моменту ты уже лидер, ну, вот как Лилия сейчас у нас, и всего год, и ты полностью-полностью меняешь свою жизнь, становишься свободным человеком, предоставлен сам себе, делаешь, что тебе хочется, финансово ты уже очень сильно свободен, сильно-сильно ты уже свободен финансово, у тебя уже все обеспечено сейчас по финансам, и самое главное, у тебя есть перспективы, и они не ограничены ни начальниками, ни окладами, ни премиями, ни ставками, ничем, у тебя не ограничены финансовые возможности теперь, всего один год жизни, поэтому, ребят, если с тобой еще этого не случилось, надо начинать прямо сейчас, все начинается с тебя, это твои потоки, твои личные потоки, которые у тебя открыты, и твои рассказы, как тебе сильно нравится скэшфлоу, это как раз все то, что мы будем тренировать с вами в среду, а, Елена пишет, что сегодня пять лет зарядки, а как вы знаете, как вы знаете, как вы помните, смотрите, какие вы умнички, просто, вы красавчики, да, и сегодня, смотрите, какая у нас аватарка, я вот выбрала вот такую, не знаю, почему, но она мне очень сильно понравилась, и я в ней увидела такой какой-то самый знаковый такой момент, смотрите, мы с вами, это вот, это сфера, которая собирается из вот маленьких-маленьких всех частичек, да, то есть мы слетаемся, 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 вот все, кто сейчас вот вокруг, это мы с вами слетаемся, слетаемся, и даже на зарядку мы с вами вот так слетаемся, слетаемся, здесь очаг, и все такие слетаются на зарядку, да, ребят, сегодня пять лет нашей зарядки, представляете, Пять лет просто! Мы с вами начали 30 сентября 2019 года. Я помню, где я проводила зарядку впервые в жизни. Это было не дома. Я была в отеле. Очень классно. Ну, как обычно и бывает. Мы выбираем же самые лучшие места. И я помню момент, когда мы начинали. И потом это у нас пошло на постоянной основе. Мы встречались. Сначала у нас было 15-20 человек пообщаться. Потом это плавно начало перерастать. Мы расширяли нашу комнату до 100 человек. Потом 300 у нас. Потом 500. Сейчас мы уже перешагнули за отметку 500. Чтобы наша комната была больше. Чтобы каждый мог присоединиться. И я хочу сказать вам огромное спасибо за всё это время, что мы с вами провели вместе. Потому что это невероятные часы нашей жизни. Это невероятный заряд, который мы получаем. Никогда, нигде я такого не получаю заряда, как с вами на зарядке. Вот просто. Ну, там, конечно, наши личные встречи. Это ещё другой момент. Но вот так, чтобы мы могли массово. Вот где ещё вот так легко может встретиться тысяча человек. У нас примерно всегда на зарядке около тысячи человек. И вот как? Где мы так можем ещё дважды в неделю, трижды в неделю? А поначалу мы вообще общались практически каждый день. Понимаете? И как мы можем так ещё встретиться? Вот на зарядке. И большое вам спасибо, что вы озаряете своим светом. Каждую нашу зарядку. Своим теплом. Своей любовью к нашему сообществу. Любовью к кэшфлоу. Любовью к своей жизни. Это очень важно, ребят. Я вас обожаю за то, что вы любите свою жизнь. Это я вообще люблю, обожаю этих людей, которые любят наслаждаться жизнью. И, конечно, очень многие наблюдения по миру показали, что такие люди — это меркурианцы. Вот как ни крути, как ни смотри. Но вот именно только мы с вами можем по-настоящему наслаждаться жизнью. И я вас за это обожаю. И я желаю всем нам и нашей зарядке, конечно, процветания и дальше. Это переросло из маленького такого, знаете, стартапа, как кто-то говорит, когда из маленькой идеи, когда у меня появилась эта идея, и вы её поддержали. Спасибо вам большое. И из маленькой идеи рождается мощное уже движение. Сейчас зарядка — это мощное движение, и это часть нашей жизни. Я знаю, что очень многие выросли на зарядке, стали лидерами. Я знаю, что у многих меняется очень много в восприятии мира, вообще просто в мировоззрении. И я вас люблю. Ещё раз хочу сказать, как сильно я вас люблю. И вот это пятилетие наше, пока мне даже не верится, ну как так, пять лет пролетело. Но это были пять лет очень счастливой и классной жизни. Поэтому дальше летим и летим. Всех нас с юбилеем, с нашей замечательной зарядкой. Можете сегодня на канале написать как раз о том, что у нас юбилей зарядки, и всех с этим поздравить. Так, кто здесь пишет, что я прямо сейчас во время зарядки открыла себе премиум стартовый поток. Да, именно так. Вы представляете, что происходит ещё во время юбилейной зарядки? Поэтому прямо сейчас открываете свои кабинеты и запускаете себе крутейший поток. Светлана пишет, я выросла и расту на зарядке. Именно так. Всё. Это происходит с каждым из нас. И сколько бы ты не знал, сколько бы ты уже не умел, но наши зарядки помогают тебе расти дальше. В любом случае, в любом. И войти в правильно нужное состояние. Это большое дело, которое мы с вами делаем вместе. Ребят, большое вам спасибо. Поздравляю всех с этим нашим юбилеем. Да-да-да. И вы можете поздравить тоже друг друга сегодня. Даже можно как-то отметить тортик, сходить где-то в ресторанчик, сходить где-то там в классное место. Сделать себе праздничный поток, открыть стартовый. Открываете стартовую себе. В честь зарядки открываете крутые стартовые потоки. И, так сказать, пять лет зарядки. Это вам не хухры-мухры уже. Идём дальше. Так, это не все анонсы на сегодня. Это не все праздники на сегодня. Да, пять лет зарядки-то, конечно же, да. И мне очень, особенно мне сейчас очень было приятно, что вы это помнили. Это прям просто сильно-сильно спасибо вам. Я вас очень-очень сильно люблю. И следующий. Оставим эту аватарку, потому что она также и олицетворяет и следующее событие, о котором сегодня поговорим, потому что совсем скоро, сегодня день рождения в зарядке, а совсем скоро день рождения у нашего сообщества. Когда? Кто знает эту дату? Кто помнит? Когда день рождения мы празднуем? Да, 15 января. Именно так. И если так чуть-чуть посмотреть, то это уже совсем скоро получается. И вот этот свет, знаете, вчера у меня так получилось, вчера вечером мы открыли такой сезон вечерних прогулок, так сказать, когда уже так чуть-чуть прохладно. И я почувствовала вот, думаю, класс. Вот обычно я люблю тепло, когда, даже пусть будет жарко, например, вот, тепло, да. А вот вчера уж такой, знаете, курточку нужно было надеть, там еще и жилеточку даже сверху, может быть, даже и капюшончик можно было накинуть, потому что там в полвосьмого вечера уже так прохладно было. И я такая сижу, думаю, класс. Вот сейчас начинается вот такое интересное, классное такое время, знаете, такая осень, потом зима. То есть то время, когда можно согреваться у костра, согреваться теплым чаем, ну вот мысли, да. То есть вот для меня это такое очень какое-то интересное время всегда приходит. И вот вчера у меня был такой прям день, когда я почувствовала, что все, теперь меня греют вот такие красивые картинки. Не море-пляж, а вот такие картинки. И сразу, конечно, приходит первое ощущение, и что вызывают у меня вот такие картинки, это наш праздник, праздник нашего дня рождения. Как мы всегда празднуем, как мы всегда устраиваем для себя крутейшие мероприятия. И наша будущая дата, она вообще показывает, что, в общем, сейчас дам вам анонсы. Давайте вот так кратко. Мы празднуем 12 лет. Следующие 15 января мы празднуем 12 лет. 12 лет нашему сообществу. И 12 — это тоже такой очень классный период. Мы прожили первых 12 лет. И мы входим в следующий вот этот этап нашего следующего 12-летия. И 15 января у нас будут празднования по всему миру. Я вам сейчас расскажу, где уже точно будут наши праздники. Значит, присоединиться к празднику может каждый наш участник. Лидеры, топ-лидеры, само собой, естественно, у нас топ-лидеры вообще не пропускают празднования нашего сообщества, дня рождения нашего сообщества. И наши участники все-все могут быть гостями на празднике. Все-все могут быть причастны к празднованию. И будущий наш день рождения и такую особую дату, и вот Татьяна пишет наш новый цикл, который начинается, мы тоже празднуем по-особому и в многих точках на планете. Итак, заявляется у нас на празднование и на проведение супер-мега-крутого шоу, супер-мега-крутого праздника уже у нас заявились Варшава. Да? В Варшаве 15 января будет самое крутейшее событие в этом городе. И если так еще чуть-чуть посмотреть, то 15 января у нас выпадает на среду. Среда – это день Меркурия. Это просто, знаете, наше 12-летие и праздники. Поэтому записывайте себе, уже запоминайте, уже себе продумывайте и придумывайте, где вы будете. Потому что когда меня спрашивают, Ирина, а где ты будешь? Я говорю, я не знаю. Столько. Я не здесь не хочу быть. Я кругом хочу быть. Но вы себе уже можете придумывать, продумывать, где вы будете 15 января. Итак, смотрите, у нас дата остается неизменной всегда. 15 января – праздники по всему миру. Заявлено у нас уже Варшава. Да-да, знайте, помечайте, записывайте, что в Варшаве будет праздник. Сейчас давайте, ребят, чтобы не было сразу вопросов. А что, где, когда, какие подробности? Все подробности, все пригласительные будут у нас опубликованы, конечно, на телеграм-канале. В нашем главном. И просто вы сейчас для себя уже помечаете, где ты будешь находиться 15 января. Ты можешь прилететь туда 14, на несколько дней раньше, как хочешь. Улететь тоже, когда ты там хочешь. Но вот точно знаешь, что 15 января у тебя дата уже забита. Тем самым главным праздником года. И я даже 15 января всегда жду с большим нетерпением, чем Нового года. Потому что Новый Меркурианский год – это праздник куда интереснее и куда важнее получается. Итак, заявились у нас Варшава. Дальше у нас уже заявился Мадрид. Кто? Кто едет? Конечно же, у нас заявлен Киев. Ребята, кто будет на празднике в Киеве? Помечайте себе. Кто может быть уже на празднике в Киеве? Кто из ваших участников может быть на празднике? Потому что ты можешь быть в одной локации. Некоторые участники из твоей команды могут быть в другом месте, в другой локации. Еще кто-то в третьей локации. И все вместе, конечно, мы одномоментно будем делать праздник. Представляете? Я помню, как в том году у нас проходили телемосты еще. Потому что мы были там в Таиланде. Мы проводили телемост с Киевом тоже еще. Это было так очень интересно и классно. То есть такие локации уже есть. Следующее, конечно же, у нас проведет и суперпраздник на интересном, таком изысканном, экстравагантном острове, как Британия. И, скорее всего, это будет Лондон. Поэтому в Великобритании у нас тоже будет праздник. На весь остров все будут гулять, все будут веселиться, все будут праздновать. Это будут крутейшие шоу. Я пока так чуть-чуть уже себе просматриваю. В голове мысли, идеи, как хочется быть. А, конечно, будет именно так и еще круче. И да. И, конечно, конечно же. Как вы думаете, где еще будет праздник? Кто сейчас выгадает? Давайте. На сегодняшний день это будет вот та точка, которую еще объявлю, еще локация. Конечно, умнички! Видите, с первого раза. Вы с первого раза уже выгадали. И, конечно, будет крутейший праздник и празднование, и шоу грандиозное в России и в Москве. Да? И все вы сразу же с первой секунды написали. Это мы с вами же на одной волне. Да? Поэтому смотрите, сколько у нас локаций. Еще раз у нас. Варшава, Мадрид, Киев, Лондон, Москва. Уже пять мест, где будет проходить празднование дня рождения нашего сообщества. Двенадцать лет мы отмечаем пятнадцатого января. Как говорится, каждый год пятнадцатого января мы с друзьями и пошло, и полетело. И здесь, знаете, такая бесконечная-бесконечная строчка. Что мы делаем с друзьями, да? Мы закатываем крутейший праздник по всему миру. И празднует весь мир. И я думаю, что это не все еще локации, не все финальные точки, где будет проходить наш праздник. Я думаю, что у нас еще добавятся где-то места. То есть пока на сегодняшний день это у нас пять локаций, которые уже заявлены, где точно будет празднование. Вы уже для себя точно продумываете, куда вы едете. И если, например, где-то у вас сосредоточена еще группа людей, лидеры, и вы хотите выстроить праздник, это могут быть страны за Атлантическим океаном. К примеру, я знаю, что у нас уже и Америка может проводить праздники. Поэтому даю вам такую сейчас наводку чуть-чуть. Ну и другие страны тоже еще. Так, кто тут спрашивает, а как узнать, кто где организатор? Ребят, организаторы всегда у нас это профессионалы, которые проводят и устраивают крутейший праздник. И все мы там гости. И этот праздник для нас. А вся информация, как узнать, где будет, конечно, проходить праздник, к которому часу вам нужно прийти. Так, мы все это опубликуем на канале. Не переживайте. Все. То есть просто для себя пока определитесь, куда вы едете на праздник. Вот так. Так, Виктор нам пишет, что Минск тоже отметит. Виктор, я думаю, что да. Вы там тоже можете закатить уже классный праздник. У вас там уже очень много участников и команда. И вы можете сделать. Да. Смотрите, то есть вот сколько уже у нас есть заявок на проведение. Да. Любовь пишет, ура, как круто. Огромное количество участников из России сможет попасть на праздник в Москве. Именно так. Понимаете? Поэтому праздники у нас будут шедевральные. Они будут великолепные. Они будут крутейшие. И я уже жду этого момента. Вот 15 января я прям жду сильно-сильно. Но к этому моменту нужно подготовиться хорошо. Поработать, во-первых, хорошо. Мы потом проведем с вами, посвятим несколько зарядок как раз нашему празднику, мероприятию. Как из этого вам сделать еще крутейший лавхак для работы, для развития. То есть это у вас есть подготовка до мероприятия. Ну, подготовка в плане работы с командой, в плане работы с новичками. Как на мероприятии себе зарегистрировать очень много новичков. То есть с этим можно работать. Знаете, как? Потом конкретно в момент проведения мероприятия. Как делать так, чтобы новички быстро реагировали, быстро включались и были в процессе уже. Потом после мероприятия. Ведь итог и, в принципе, каждое мероприятие проводится с целью. И цель не только нам с вами отпраздновать и повеселиться. Конечно, самая главная цель у нас. Ну, и еще при этом все это и рабочий момент по работе и по развитию каждой команды. Вот, поэтому я вам тоже расскажу, и вы свои лайфхаки тоже расскажете, как в этом моменте тоже поработать. Так, на мероприятии, знаете как, каждую ситуацию нужно использовать в свою пользу. И вот ситуация с нашим праздником и с нашим днем рождения, ее тоже можно очень круто использовать. Вот, и очень круто применять уже на деле сейчас. Да, да, все, смотрю, сколько в чате тут огоньков, сколько. Спасибо за приглашение, спасибо, вы меня уже все приглашаете. Спасибо большое. Так, кто-то пишет, что когда на канале будет конкретика, потому что билеты лучше уже брать сейчас. Ребят, конкретика уже есть, уже пять локаций, место есть, дата есть, 15 января. То есть, запомните, для всех дату, 15 января. Локации вы уже услышали, это уже пять мест, кто-то может еще добавиться. Если ты уже знаешь, что ты летишь в одну из этих пяти локаций, уже можешь сейчас себе брать билеты. Можешь прилететь там 14-го, к примеру, если хочешь на день раньше отдохнуть себе там спокойно, выспаться. 15-го там проснуться себе легко, налегке прогуляться, нарядиться, так. Вот, все, бери билеты, конечно, да, ну и другие подробности, они тоже будут. Но самое главное, это дата, 15 января и место проведения, то есть город. Все. А уже где именно в этом городе? Ну, это уже второстепенная, в принципе, информация, которую, конечно, мы хотим. Кто-то пишет, хотелось бы поближе к локации. Знаете, ребят, вот эти вот моменты какие-то такие, вот там, хотелось бы поближе к локации для проведения, еще там что-то. Вот, начинаете уже там надумывать себе какие-то лишнюю суету. Помните, о чем мы договаривались? Что мы не суетологи, то есть мы отходим от, ну, все. Мы не суетологи, мы кайфологи. Все, где будет проходить праздник конкретно, там все, там локацию нам дайте, я там поселюсь в соседнем здании. Поселись там, где тебе будет классно. Вот выбери себе классное там место и прямо сейчас, ну, отели еще бронировать, ну, знаете как? Ну, подождите чуть-чуть, успеете забронировать себе отели. Хватит отелей на всех, не переживайте. Вот, билеты, если хотите брать, можете уже и сейчас брать. Может, просто еще достаточно очень много времени, вы успеете еще брать билеты. И за месяц брать билеты, это очень даже хорошо. И сегодня на завтра брать билеты, это тоже очень хорошо. Не переживайте ни с чем, ребят, денег у вас достаточно и хватит на все. Ну, что случится с этим билетом? Ну, станет он дороже там на чуть-чуть. Денег у вас хватит на все. Понимаете, вот самое главное, чтобы мы не создавали вот этой суеты, да? То есть мы не суетологи, мы кайфологи. А кто эту суету создает? Мы сами себе ее создаем в жизни. Там что-то туда, отсюда, какие-то вопросы, все. Все, есть информация, у нас будет праздник. Понятно, что у нас будет праздник. Теперь такое счастье, что у нас будет очень... Не одно место проведения, даже не два, потому что там у нас было два места проведения, три места проведения, так? Например, в том году три места проведения. А это сразу такое пять, да, так на секундочку. А может быть, еще и дальше. Поэтому такое вау, все, я определил. Все остальное, знаете, вот по вот этим вещам, по вот этим... Это на самом деле мелочи жизни, по ним вообще не надо суетиться. Открою секрет. Главное, чтобы на все просто были деньги. И все. И тогда, поверьте вам, вы билет купите и сегодня на завтра. Вы на частном самолете, на суперджете полетите. Как вам такой вариант? Да? Да вы себе чартер целый снимете и полетите. И все. Вот, как вам такой вариант? Главное, чтобы на все были деньги. А до января месяца у нас еще целый октябрь, ноябрь, декабрь. И еще в полянваря у нас три с половиной месяца ровно на то, чтобы заработать кучу денег, подняться, раскрутиться и вообще перестать думать как раз-таки об этих деньгах. То есть зачем нам вот все это, да? Для того, чтобы просто уже о них не думать. Для чего нужны потоки были классные, начисления классные, чтобы уже просто перестать думать об этих деньгах и сколько стоит там тот билет на самолет и там отель. Не закончатся отели и дороже они не станут. Что-то сейчас будешь их заказывать, что-то там в январе будешь заказывать. Поэтому, ребят, это тоже очень важные и ценные уроки по жизни, которые я освоила благодаря нашему сообществу. И суетолога превратится в кайфолога. Вот так. Ну что? Вот такие анонсы. Да-да-да, классно придумали, пишете. Кто придумал? Вы, конечно, придумали. Так, а где будет Дмитрий Васадин? Ну, может быть, и нигде. Вот, это же наш праздник для нас. Дмитрий очень любит, когда мы радуемся, празднуем. А может быть, 15-го он. Это нам на десятилетие повезло. Это был уникальный просто, знаете, в истории случай. Юбилей, да, помните? Это не значит, что так будет каждый год. А то смотрю, такие все уже такие, а где будет Дмитрий? Там-то-то на праздник. Такие все уже разбалованные. Это повезло вот так вот раз в жизни. Представляете, как может быть? Вот и не значит, что так будет каждый год. Вот так. Всех с юбилеем. Смотрите, сколько у нас сегодня праздников, юбилеев. И поводов для радости и поводов для крутого своего еще роста и развития. Вот, поэтому всем потоков, всем много новичков. Новых знаний, как работать с новичками, с командой. Как обратить внимание. Напомню, что в среду мы об этом будем еще говорить. У нас среда будет посвящена как раз. Зарядка посвящена рассказы, внимание, да, с новичками, с людьми, которым надо еще рассказать о кэшфлоу. Поэтому у нас подготовка и сам праздник не только там проведение, а еще и подготовка. Здесь команда. Какая твоя команда полетит? В каком составе команда у тебя полетит? Да, в каком статусе ты полетишь? Или ты будешь участник, или ты будешь уже лидер, или ты будешь лидер там 2-го, 3-го, 5-го, 10-го ранга, к примеру. И уже будешь представлять целую свою большую команду еще на празднике. Поэтому... А может быть, кто-то к этому моменту еще и сможет стать топ-лидером на секундочку. Так? Так что времени у нас достаточно. Три месяца, три с половиной – это очень достаточно времени на все. И поэтому не теряем ни секунды, а фигачим уже прямо сейчас. Сегодня у нас понедельник. Зарядились на всю неделю. Зарядились на эти будущие 3,5 месяца до 15 января. И уже в этот понедельник, прямо сегодня, расписываем себе план на эти будущие 3,5 месяца. План твоего развития. План твоих шагов. План развития твоей команды. План развития твоих потоков. Что, как ты делаешь. Подготовка к мероприятию. Все это включает. Подготовка своих участников к мероприятию. Своей всей структуры. И их, конечно, научить. То есть показать, как надо. Чтобы они тоже все полностью повторили, продублировали. Вот так вот. Да, пишут Елена Дискрута. Неделя началась с прекрасных новостей. Сердце уже замирает и ликует от предвкушения встречи и радости. Именно так. Но так у нас начинается каждая неделя. Ну, просто, что мы к этому уже привыкли. Ну, ничего. Мы всегда умеем находить моменты радости и счастья. В каких-то же маленьких-маленьких моментах. И да, мы сегодня празднуем 5 лет зарядки. И мы сегодня сделали анонс. Я специально ждала этой даты. Чтобы сказать анонсы нашего дня рождения, празднования дня рождения нашего сообщества. И это попало еще на понедельник. Ну, представляете? Ну, как все круто складывается. Именно так. Благодарю вас, ребят, за сегодняшнюю встречу. За все те годы, что мы с вами вместе на зарядке. За все те годы, что мы с вами вместе в Меркурии. И за все те годы, что мы с вами еще будем впереди. Сколько-сколько лет. Ну, я себе придумала, что до конца своей жизни так уж точно. Жить я собираюсь долго и счастливо. Поэтому долго и долго мы с вами будем еще вместе. Ну, и дальше. Сколько еще. Люблю вас. Обнимаю. Сегодня крутого дня. Всем желаю. Крутых потоков. Прямо сейчас открыть тебе поток. Премиум стартовый. Очень классный. На крутую сумму. Такую прям. Ух ты. Вот это я понимаю. Кстати, сегодня открываешь, и как раз к нашему дню рождения у тебя этот поток начинает уже заваливать деньгами. Поэтому запомните этот момент. Как раз через три месяца он тебя начнет уже просто заваливать деньгами. Поэтому три месяца его наполняешь. И сейчас ты делаешь себе крутой номинал. Вот такой самый-самый крутой номинал. И представляешь, как он тебя в январе начнет заваливать деньгами. Это же классно. Начнется новый Меркурианский год. И ты сразу такой. Опа. Здравствуй, мой стартовый поток, который начинает тебе давать крутые начисления. Вот так. Ну, вот так и живем. Ребят, благодарю за сегодняшнюю встречу. Всем желаю крутого дня сегодня, крутой недели. И до встречи уже послезавтра, в среду, на нашей новой зарядке. Люблю вас, обнимаю, целую. С вами была, как всегда, ваша Ирина Левченко. Пока-пока. До среды. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...